Друзья, всем привет! С вами канал Матрешка с Поварешкой. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Сегодня буду готовить рыбу в пергаменте и при этом у нас останется чистая сковорода и не будет никаких брызг. Для этого рецепта подходит абсолютно любая рыба, но я вот сегодня отхватила два стейка лосося по такой бешеной скидке, что дешевле форели даже она обошлась мне эта рыба. И теперь беру соль, ну по вкусу соль добавляем и любые можно приправы, какие вам больше нравятся. Я взяла универсальную приправу для морской рыбы. Вы знаете, очень понравилось, абсолютно не прогадала. Натираем солью и специями рыбу и отставляем ее пока в сторону. Сама беру лист пергаментной бумаги, разрезаю его пополам. Каждую половину листа складываю еще раз пополам. Вот такие у меня получаются два листочка, сложные пополам. Теперь беру небольшой кусочек сливочного масла, буквально грамм 10. И смазываю пергаментную бумагу маслом, не доходя до краев сантиметра два. Теперь беру рыбу и каждый стейк заворачиваю вот таким образом в бумагу. Вот смотрите, вот так. И те вот два краешки, которые я говорила, два сантиметра оставить, не смазывать их маслом, это мы сейчас будем делать такие защипы. Постарайтесь завернуть все как можно плотнее, так, чтобы сольки впоследствии никуда не уезжали. Теперь разогреваю сухую сковородку, то есть ничем ее не смазываю, и выкладываю стейки. Обжариваю их минутки по 4 где-то с каждой стороны, но при этом огонь, знаете, чуть выше среднего. И обратите внимание, сковородка остается сухой и чистой, все соки булькают в пергаменте. Сейчас я вам покажу, что получилось. Ребят, если вы не пробовали такой способ, обязательно попробуйте. Матрешка рекомендует, вы знаете, очень-очень вкусно получается, и смотрите, насколько это сочно. А самое главное, очень быстро и чистая кухня остается у вас. Знаете, очень люблю эту рыбу подавать с лавашом. Вот если не пробовали, то попробуйте. На тарелку кладу небольшой лист лаваша и выкладываю рыбу на лаваш. Даю немножко постоять. И знаете, лаваш пропитывается ароматом и соком рыбы, и потрясающе вкусно получается. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Это очень-очень вкусно. А еще это очень быстро и просто. Друзья мои, я вам всем желаю приятного аппетита. Спасибо, что вы меня досмотрели и дослушали. Всем вам желаю крепкого здоровья и удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok